Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы его смотрите на специальном маленьком сайте, посвященный моему обучающему тренингу, который проходит онлайн из любой точки мира в течение пяти недель-десяти занятий. Я хочу ответить на ваши вопросы, потому что их очень много, и хочу объявить о некотором изменении в структуре моей работы. Для многих это будет неожиданно, но я поясню, потому что уже я анонсировал это, и многие задаются вопросами. Прежде всего, да, действительно, я прекращаю вести персональные занятия по скайпу в том формате, в котором я обычно это делал. Я не буду сейчас объяснять детали, почему и как. Я говорил об этом в онлайн-трансляции, можно посмотреть ВКонтакте на стене, если вы еще не подписаны на меня ВКонтакте, а в Ютубе этого информации нет. Проще говоря, я больше не хочу с 9-8 утра рассказывать вам целый час персонально о том, что вы не умрете от пульса 70, о том, что ваше давление, это эмоциональное состояние, о том, что надо делать, о том, что такое вегетсосудистания. Можете представить, как 7 лет с 8 утра, и это сложно, и это изматывает, и это очень тяжело. Поэтому посмотрите на эти цифры, посмотрите, сколько людей ВКонтакте нет вечных сообщений, и это все на персональные занятия. Посмотрите эти цифры, это сообщения на рабочие почты, это тоже все по работе. И я когда-то сел и подумал, вот я был в январе в отпуске, я сел и посмотрел на эти цифры, и ужаснулся от количества людей, которые ждут. У меня сейчас есть мой директор, и зовут Татьяна, она мне помогает очень сильно, и она говорит, Леш, очень много людей пытаются до тебя дозвониться, пытаются до тебя достучаться, чтобы ты с ними позанимался. Но я прекрасно понимаю, что 3,5 тысячи в час, это для многих очень дорого. Это не посильно, а одного часа недостаточно. Я могу, я много для вас снимаю видео, я могу вам объяснить еще много популярного информации, которая вам помогает. Но я прекрасно знаю, что справиться с вашим невротическим расстройством просто одного, двух, трех часов персональных занятий недостаточно. Да, если мы говорим о панических атаках или агорофобии, пожалуйста, эти упражнения есть. Вы можете, конечно, советоваться со мной раз в неделю или раз в три недели, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Чтобы справиться с вашим тревожно-фобическим или депрессивным, или обсессивно-компульсивным расстройством, надо работать над собой. Надо изучить методологию, надо заполнять специальные дневники и формы под определенным руководством. Поэтому я и сделал популярный образовательный курс, который проходит каждые пять недель. Сейчас набирается второй поток. И я хочу пригласить каждого, кто пытается дозвониться до меня и пытается пробиться ко мне в скайп. Услышьте меня. Не надо сидеть и ждать. Потому что зачем вы будете сидеть и ждать полгода, три месяца, четыре месяца, чтобы со мной поговорить пару часов? Конечно, может быть, для кого-то это будет клево. Но я хочу дать тебе десять занятий. Гораздо дешевле. Гораздо. Посмотри на цифры. Спустись вниз по этому маленькому сайту, посмотри на цифры. И это все за весь курс обучения. Просто подумай. Что будет? Посмотри программу. Я сейчас не буду тратить твое время. Посмотри просто ниже. Ты обучишься когнитивно-поведенческой терапии. Объясню тебе все симптоматику. Объясню тебе все упражнения. И самое главное. Объясню сферы жизни и как мы меняем мышление и мировоззрение. Мы будем учиться управлять эмоциями. Мы будем учиться когнитивно-поведенческой практике психотерапии. Той самой, которая одобрена Всемирной Организацией Дравоохранения. Я буду рассказывать тебе огромное количество философских тезисов. Посмотри стену ВКонтакте. Посмотри то, что пишут люди. У людей меняется. Отношение не просто к симптоматике. Оно меняется в корне, в причине идеологии неврозов. Я бы не говорил об этом и не снимал бы видео, если бы я не был уверен в том, какой результат. Поэтому я на первом занятии попросил ребят зафиксировать свое самочувствие. И попросил их делать срезы. Уже на пятом занятии мне пишут в WhatsApp, мне пишут в ВКонтакте о том, что они удивлены о том, как меняется их эмоциональное самочувствие. Потому что система называется система управления эмоцией. Я учу домохозяйку и студента и политика и дипломата одинаково. Мне не важно, миллионер ты из Forbes или ты просто студент, который работает в McDonald's. Это не так важно. Важно донести до тебя технологию. И после этих пяти недель, конечно, у тебя не произойдет чуда, ты не станешь миллионером. Но ты будешь четко понимать, как управлять собой, как управлять своими эмоциями, как не создавать пагубные эмоции, которые мешают тебе думать, мешают тебе принимать решения и пугают тебя из-за воли в тупик. Твоя вегетатика – это эмоциональный перекос, потому что у тебя внутри вихрь. У тебя нет, как говорит Далай-Лама, 14-е – спокойствие ума. И мы будем заниматься настройкой спокойствия ума. Это очень важно. Это буддийский термин. Мы не будем говорить о религии, мы будем говорить исключительно о методологии. Это очень-очень интересно, полезно и важно. Посмотрите на дипломатов, политиков. Вы видели их когда-нибудь очень эмоциональными? Нет, не увидите. Почему? Потому что повышенные эмоции, гипертрофированные, мешают думать логически, принимать решения, взвешивать позицию и планировать. Я буду учить тебя не только справляться с паническими атаками и симптомами, но и уметь управлять огромным количеством аспектов в своей жизни. Еще раз, если ты хочешь поговорить со мной по скайпу, конечно, ты поговоришь. У меня есть опция, где включены две бесплатные консультации по скайпу. Также вы все получите сборник вебинаров из весь архив моих материалов. Это тоже входит в стоимость. Посмотрите чуть ниже по сайту. Если тебе очень важно со мной персонально поговорить, там есть такая опция. Если вы очень захотите продолжить занятие, конечно, у вас будет такая возможность. Уже в более малой группе, более детально, но я убежден, что после пяти недель ты возьмешь паузу, потому что ты не будешь сначала понимать, надо ли тебе дальше продолжать, потому что многие вещи изменятся. Изменятся состояния самочувствия, и ты будешь четко понимать, что делать. У тебя не будет больше этих тупика, какого-то смыкания в интернете, по книгам. Ты будешь четко понимать, что надо делать. Вот и все. Просто приходи на второй сезон или на третий. Пожалуйста. Я буду делать все, что я умею и все, что я могу. Пожалуйста, приходи. Зачем же их консультации по скайпу? А сейчас маленький фрагмент из моего интервью, который будет, он скоро выйдет в эфир, чуть попозже. Очень важный момент. Если вы испытываете панику, вегетатику, депрессию, навещивые мысли и прочие вегетативные и эмоциональные проблемы, подойдите сейчас к зеркалу. Подойдите. И посмотрите на того, кто отображается в зеркале. Это вы себя пугаете. Это вы себя депрессируете. Это вы создаете отношение к тем обстоятельствам, которые у вас произошли с мужем, с женой, с детьми, с работой, с карьерой, со смыслом жизни, которого вы не можете найти и так далее. То есть вы сами сначала себя депрессируете. Сами сначала себя злите по отношению к людям, которые вас окружают. Сами создаете ревность, стыд, обиду, вину. Потом от этого испытываете проявление и потом опять сами себя пугаете. Поэтому первое, что я хочу вам сказать, это ваша ответственность. Это ваша ответственность к мыслям, которыми вы сами себя пугаете. Это вы себя пугаете. Конечно, потом это все стирается. Вам кажется, что у вас проблемы только с симптоматикой. Нет. Это ваша ответственность. И первое, чему я буду вас учить, это ваша ответственность. Именно этим занимаются политики, дипломаты. Именно этим я занимаюсь в политологии и в политтехнологии. Управление эмоциями. Если вы научитесь управлять вашими эмоциями, вы будете недосягаемы. Вы не только справитесь с вашими паниками, вы не только справитесь с вашей вегетатикой, но и вы сможете принимать взвешенные решения. Вы сможете принимать решения, которые не будут противоречить, вызывать внутренних конфликтов. Вы сможете добиваться результатов, пока вы не научитесь управлять своими эмоциями, вы не сможете принимать решения. Вы будете не спать, переживать, потеть и мокнуть. Это будет проблемой, и не добьетесь результата в жизни. Второе, что я бы хотел пожелать, это упорство. Каждодневное упорство над собой, одергивание. Как я сейчас себя пугаю, как я себя виню, как я себя стыжу. И каждый день заполнение специальных форм, о которых мы с вами говорим на наших занятиях. Это очень важно. Очень важно научиться ответственности и упорству каждый день. Поэтому желаю вам успехов. Это все преодолимо. Паника, вегетатика – это мелочи. Дальше начинается самое главное. Это работа над своим характером, мировоззрением и управлением эмоциями. Кем бы вы ни были – кандидатом в президенты, дипломатом, политиком, политтехнологом, домработницей или студентом, или фрилансером – вы обычный человек, которому свойственны свои невротические стремления, невротические амбиции и эмоции. Научить управлять вас этим и есть моя работа. Успехов! Мы с вами увидимся с 24 апреля на втором сезоне обучающей программы. Я не буду больше консультировать по скайпу персонально. Приходи на занятия, и за эти 5 недель ты получишь все, что ты хочешь. А уже потом, даже если ты дойдешь до меня по скайпу, ты не будешь тратить деньги на простые базовые вещи. Ты не будешь тратить свои деньги, свое время, месяцы на то, чтобы изучать методологию когнитивной терапии. И даже если тебе потребуются персональные занятия, мы с тобой будем корректировать уже четкие и конкретные детали твоего развития. А не будем тратить твои деньги на рассказ «Умру ли я от экстрасистов?», «Как справиться с вегетатикой?», «А неврост ли это?» и так далее. Ты этому все научишься за 5 недель. Все очень несложно. Добро пожаловать на занятия. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok